МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Много тайн хранит Крым. Но самое сокровенное, которое уже больше века пытается разгадать целая армия ученых и археологов, это тайна пещерного города Чуфут-Кале. Но и в белесых скалах практически нет почвы, а значит, нет и культурного слоя, скрывающего загадки веков и тысячелетий. Немногие рисковали проникнуть внутрь, а те, кому это удавалось, не торопились поделиться увиденным и тем более сделать какие-то собственные выводы. Тайна пещерных городов Крыма не имеет столь глобального значения для человечества, как, скажем, тайна сотворения мира. Однако предпринималось немало попыток раскрыть ее. Многие исследователи утверждают, что искать ответ на загадку крымских пещер – дело безнадежное. Но так считают не все. Шла весна 1927 года. В прокуренном купе пассажирского поезда Москва-Севастополь сидели несколько человек. Они старательно изучали топографические карты горного Крыма и иногда обменивались фразами и терминами, малопонятными окружающим. Праздная публика, расположившаяся в соседних купе, не обращала особого внимания на своих немногословных и таинственных попутчиков. Никому из пассажиров скорого поезда и в голову не могло прийти, что эти не совсем похожие на курортников люди едут в Крым по личному указанию главного чекиста молодого советского государства Феликса Держенского. А целью их служебной командировки на полуостров должен был стать поиск подземных городов и осколков погибших цивилизаций. Руководитель экспедиции Александр Васильевич Барченко смотрел в окно вагона и вспоминал прожитые годы, проведенные в опасных научных экспедициях. Кропотливую работу в библиотеках и архивах. А вспомнить ему было что. Ранней весной 1921 года Барченко возглавил научную экспедицию, которая направилась на Кольский полуостров для поисков следов древней гипербореи. Ее официальным организатором стал директор Института изучения мозга академик Бехтерев. Но на самом деле за экспедицией стояли Феликс Держинский и руководитель самого секретного отдела ОГПУ Глеб Бокий. По всей видимости, и сам Барченко к тому времени уже являлся штатным чекистом. Не случайно на всех сохранившихся фотографиях той поры он одет в военную форму. Кольская экспедиция продолжилась три летних сезона подряд. С 1921 по 1923 год. Официальная была причина исследовать, что такое мерячение, такое странное поведение людей на уровне полубреда, которым пытались обвинить местных шаманов и каких-то неадекватных людей, так скажем, с точки зрения сотрудников ОГПУ, которых нужно было там приструнить как-то. Для этого нужно было выстроить такую концепцию против этого самого мерячения. Бокий много сил потратил на то, чтобы сколотить экспедицию, и в результате несколько человек очень долго работали там. И вот однажды в окрестностях Сейдозера ранней осенью 1922 года экспедиция обнаружила остатки древних сооружений, напоминающих египетские пирамиды, а также таинственные рисунки на скалах. Кроме того, Барченко после расспросов местных жителей нашел странную пещеру с узким лазом, ведущим глубоко под землю. Члены экспедиции неоднократно пытались проникнуть вглубь этого лаза, но всякий раз возвращались обратно, гонимые прочь необъяснимым и жутким страхом. По мнению Барченко и его единомышленников, этот лаз был одним из тех мест, благодаря которым человек мог проникнуть внутрь земли. Дневники Икольской экспедиции были тщательно засекречены и спрятаны в архивах спецотдела по криптографии. А сам доктор Барченко, по указанию начальника того же спецотдела Глеба Бокия, стал готовиться к новому путешествию в Горный Крым. Экспедицию курировал лично Феликс Держинский с соблюдением строжайшей конспирации. В конце 1926 года на полуостров прибыл член экспедиции астрофизик Конди Айн со своей семьей. Он поселился в деревушке Кырк-Азислар на месте современного Бахчисарая. Астрофизику была поставлена задача провести разведку будущих объектов исследования и вступить в контакт с местными жителями, чтобы завербовать надежных проводников. В марте следующего года туда же прибыли Александр Барченко и несколько его коллег. Что же так заинтересовало чекистов в Крыму, что они снарядили на полуостров целую экспедицию? Стали поступать любопытные сведения из района Чуфуткале, подземного города. Первая группа исследователей местных крымчан даже в 1920-е годы пытались забраться в какие-то подземные галереи этого подземного города, которые были еще ниже средневекового Чуфуткале. Они обнаружили огромные завалы. Подземными или по-другому пещерными городами Крыма в отечественной науке называют развалины крепостей и монастырей, расположенных в юго-западной части Крымского полуострова, вблизи долин рек Альма, Кача и Бельбек. В средние века большая часть этой территории входила в состав государства Феодоро. На территории пещерных городов находятся вырубленные в толще мягких известняковых пород различные по своему назначению помещения. Самые известные подземелья в Крыму – это городище Мангуб, Эски-Кермен, Кыс-Кермен и Чуфуткале. Количество рукотворных пещер на территории протяженностью около 40 километров исчисляется тысячами. Причина интереса ОГПУ к пещерным городам Крыма до сих пор вызывает споры среди исследователей. Одно из предположений – экспедиция Барченко была отправлена в горы полуострова для поиска сокровищ, спрятанных в пещерах. Молодое советское государство остро нуждалось в средствах для восстановления народного хозяйства. Принимались во внимание все источники. Но в крымских сокровищах чекисты видели не только материальные ценности. Барченко, как ученый, был, по всей видимости, хорошо знаком с историей Причерноморья. Он наверняка знал, что этот регион около 8 тысяч лет назад потрясла катастрофа, по своим последствиям сравнимая со всемирным потопом. Воды моря поднялись почти на 150 метров и затопили огромные площади прибрежной суши. Спасаясь от наводнения, жители Причерноморья бежали со всех направлений в горный Крым. В надежде на то, что это единственное и последнее место, которое не будет поглощено пучиной. Поэтому, естественно, люди спасали самое дорогое. Ну, кроме своих жизней и жизни своих детей, конечно, это были какие-то реликвии, какие-то артефакты, какие-то знания. И, скорее всего, вот в таком сконцентрированном виде, то есть эти знания, эти артефакты, сама природа в результате наводнения собрала в центральной точке Крыма. Скорее всего, до сих пор это хранилище и существует под одной из вершин Крыма. Вполне вероятно, что на поиски этих древних реликвий и знаний и была отправлена экспедиция ОГПУ. А поводом к детальному изучению пещер послужила информация, что местные жители, исследуя катакомбы, наткнулись на более древние галереи, чем хорошо изученные помещения, если так можно сказать, верхнего уровня. В Средние века значительная часть галерей использовалась монахами. Они обустраивали там храмы и скиты. Маловероятно, что пещерные города Крыма это творение рук самих отшельников. По данным археологов, пещерные укрепления Таврии стоят на местах более ранних, искусственно созданных убежищ. Нередко средневековая кладка на известняковом растворе идет поверх более древних циклопических стен, сложенных насухо. Сотрудники Барченко в 1926 году обнаружили там странную вещь. Они видели большое сильное свечение, разноплановое очень, шары, различные геометрические фигуры, плывущие в воздухе. Причем это было поведение практически у всех членов экспедиции, в том числе у Александра Барченко. Такое ощущение, что кто-то говорил, произносил какие-то тексты, какое-то вещание шло на каком-то непонятном языке. Язык никто не мог определить, но люди все понимали. Это вот иногда так проходит субъестие, то есть внушение наяву. Все это может показаться небылицей, но, как оказалось, не только экспедиция Барченко столкнулась с явлением субъестия. В начале 90-х годов бывший моряк-подводник Виталий Гох обнаружил в Крыму пирамиды по размерам и геометрическим пропорциям, напоминающие египетские. Их высота колебалась от 36 до 62 метров. В течение многих веков эти громадины ускользали от внимания как местных жителей, так и ученых по очень простой причине. Все 37 крымских пирамид, располагающиеся в четырехугольнике Севастополь, мыс Сарыч, Ялта-Бахчисарай, были полностью занесены современными отложениями. Сделать свое открытие отставной капитан смог с помощью прибора, созданного им для слежения за подводными лодками. Оказалось, что с небольшими изменениями прибор может видеть и то, что лежит глубоко под землей. Сначала с помощью уникального локатора отставной моряк искал для своих соседей дефицитные для юга Крыма подземные воды. Но вскоре выяснилось, что прибор реагирует и на пустоты, и на металлы, скрытые в земле. Первую пирамиду в Крыму обнаружили, когда искали платину в районе Севастополя. Среди археологов ходили слухи, будто в древности здесь проводили плавку этого драгоценного металла. Платину Виталий Гох не нашел, но неожиданно прибор показал наличие подземных пустот, причем довольно крупных. Решили пробить шов. На глубине 10 метров была обнаружена первая крымская пирамида, полностью, как говорится, по самому маковку, занесенная галькой и щебня. Во время раскопок Гох обратил внимание на совершенно ненормальное поведение, на психоз, который овладевал людьми как перед пещерой, так и во время спуска по вырытому шурфу к пирамиде. Внутри это ощущение усиливалось. Люди, попадавшие в сферическую полость, рассказывали, что они буквально купались в потоках энергии. Это действует просто удручающе, но без последствий. Некоторые невосприимчивы к таким вещам, некоторые слишком восприимчивы, и уже на подходе к этой пещере им начинает мерещиться, что там ждет что-то неприятное. В любом случае, ходить туда просто так ни в коем случае нельзя. Во-первых, нужен проводник, и во-вторых, есть места, куда просто ходить нельзя. Это как бы запретные зоны. Когда реальность пирамид была подтверждена раскопками, Гох обратил внимание, что их расположение практически совпадает с энергетически активными зонами, находящимися в глубине Земли около Ялты, Севастополя, Бахчисарая и давно уже покинутого городища Мангот. Поэтому есть еще одна версия, что могло послужить истинным поводом для отправки экспедиции во главе с Барченко в Крым. Изучение воздействия на психику людей энергетического поля пирамид. Правда, об их существовании в то время еще не было известно. Зато сохранились древние легенды, свидетельствующие о том, что недалеко от Севастополя, в районе древнего пещерного города Эски-Кермен, прикрывающего с моря крупный порт Византийской империи Херсонес, случались массовые воздействия на психическое состояние людей. В них же рассказывалось о том, что когда городу угрожала опасность с моря, то с фрески подземного храма сходил святой Георгий Победоносец и своим копьем поражал экипажи вражеских судов, подплывавших к городу. И тогда одни моряки, объятые ужасом, поворачивали прочь от берега, другие, как будто пьяные, плыли прямо на скалы и находили там свою гибель. Не обратить внимания на эти легенды руководитель лаборатории нейроэнергетики Барченко не мог. Более того, мифологические сюжеты могли стать главным аргументом для обоснования необходимости экипировать и отправить в Крым специальную секретную экспедицию. К этому можно добавить еще один любопытный момент. В начале 1926 года в Москву вернулся с Тибета знаменитый художник и востоковед Николай Рерих, который встретился с шефом секретного спецотдела ОГПУ Бокем. Бокий тогда познакомил Рериха с результатами северной экспедиции Барченко, где исследователи искали причины сильного энергетического поля в районе Сейдозера. Тогда впервые зашла речь о космическом камне или по-другому кристалле Сориона, играющего важнейшую роль в истории человечества. Этот осколок якобы передается правителям, избранным для выполнения особой миссии на Земле. Согласно предположениям, кристалл Сориона мог быть погребен под руинами Гипербореи, древнейшей цивилизации, существовавшей на севере. Вероятно, его и искал на Сейдозере Барченко. Рерих, выслушав эту историю, назвал другое место предполагаемого нахождения магического кристалла – Крым. И чекисты ухватились за эту версию. Я напомню, что руководители органов в те годы, когда Барченко занимался своими космологическими исследованиями, были люди, далеко не лишенные вот этих самых космологических знаний или даже амбиций. И увлечь тогдашнее руководство НКВД некими космическими знаниями, то, что сейчас, может быть, считается признаком лженауки и некой желтизны на телевидении и желтизны в СМИ, тогда воспринималось, к слову сказать, по секрету скажу, и сейчас воспринимается продвинутыми руководителями органов как вполне себе достойное руководство к действию. О вероятности существования в Крыму мощного энергетического источника, в котором исследователи хотели увидеть тот самый кристалл Сориона, говорили и другие легенды, и даже реальные истории. Например, морская катастрофа у Балаклавы в 1909 году. Одна из самых совершенных в то время подводных лодок Камбала погибла под форштевнем эскадренного броненосца Ростислав. Опытный морской офицер, лейтенант Аквилонов, стоявший на мостике субмарины, неожиданно, как и моряки из древних легенд, впал в блаженное состояние, то есть в эйфорию. Он читал стихи вместо того, чтобы изменить курс подводной лодки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что капитан подводной лодки в момент катастрофы был трезв, не находился под воздействием наркотиков, и признала его вменяемым. Значит, подводника вывел из психического равновесия некий таинственный поток энергии. Не источал ли его тот самый магический кристалл, искать который в 1926 году отправилась экспедиция Барченко? Впрочем, некоторые исследователи весьма скептически относятся к подобного рода историям и легендам. И не потому, что они кажутся фантастическими. Напротив, они считают, что гипотеза существования магического кристалла Сориона вполне имеет право на жизнь. Ведь не даром об этом камне есть много упоминаний в античных летописях. Дело в самой легенде для экспедиции, работающей в условиях строжайшей конспирации. Когда хотят скрыть, по крайней мере, для своих коллег истинную задачу поисков, чаще всего называют то, что находится на поверхности. Хочешь скрыть глубоко законспирированную, глубоко засекреченную операцию, придумай какую-то фантастическую версию. Кстати, причина гибели субмарины Камбелла и странного поведения командира лодки все-таки выяснилась. После окончания Второй мировой войны в Крыму работал известный немецкий исследователь аномальных явлений Ойген Зиберт. С помощью рентгеноскопических приборов, позволяющих фиксировать различные виды природного и техногенного воздействия на человека, немецкий физик определил, что причиной странного поведения офицера Аквилонова стали сверхнизкочастотные звуки, возникающие при некоторых атмосферных явлениях в районе Искикермен. То есть это было природное воздействие, а не техногенное, и уж тем более не магическое. В 1998 году группа энтузиастов обнаружила близ главной оборонительной стены пещерного города Чуфут-Кале, забитая камнем устья колодца Тикую. Об осадном колодце сообщали караимские легенды. В них же говорилось о некой, ведущей к нему, золотой лестнице. Работы по очистке ствола колодца длились три года. В 2001 году на 25-метровой глубине исследователи обнаружили забитый камнями боковой вход. При его расчистке выяснилось, что подземная галерея ведет к основанию одной из городских башен. Галерея длиной 108 метров представляет собой тайный ход из крепости к колодцу. На ее стенах изображения и надписи на латинском и арамейском языках. По сталактитам, которые находятся на ее потолке, удалось выяснить ее возраст. Около двух тысяч лет. Однако место пересечения круглого ствола с галереей не было дном колодца. Как выяснилось, дальше шел винтовой каменный спуск. Внизу, на глубине 45 метров, находились источники каменной ванны, в которых при осаде жители города брали воду. Кроме чисто утилитарного значения, сооружение имело, скорее всего, культовый характер. Галерея, ведущая к колодцу, ориентирована строго на восток. В дни весеннего и осеннего равноденствия при восходе солнце освещает все подземное царство. Интересно, что по такому же принципу построены египетские пирамиды. Если посмотреть на любую из пирамид в разрезе, то можно увидеть в ней наличие колодца, выходящего к такой же галерее. Размеры нижнего зала дают основания предполагать, что здесь совершались ритуалы, связанные с поклонением воде и солнцу. Но даже не эта находка поразила исследователей. Они поняли, что туннели ведут из того же Чуфуткале, из более отдаленных районов, там, например, под горой Карадак, тоже начинается одна из пещер, они ведут на юг под море, под Черное море, и уходят в Турцию. И в Турции тоже нашли такие пещеры. Недавно один из исследователей, Александр Калтыпин, рассказывал мне о том, что он был свидетелем странных тоже объектов, которые там наблюдались именно в этих пещерах, такие же и странных животных, которые водятся, например, в озере Ван, родственников Карадакского чудища. Связь есть абсолютно четкая между всеми этими регионами, этими явлениями. Осталось связать это по времени и по какому-то пространству еще более-менее. Главное, нужно исследование. Не исключено, что экспедиция Барченко как раз и искала некие тайные ходы, которые соединяют под землей целые страны и даже континенты. Но при наличии технических средств начала 20 века сделать подобное открытие в ту эпоху было невозможно. Впрочем, и сегодня это осуществить весьма затруднительно. И дело не в том, что не найдется высокотехнологического исследовательского оборудования. Нет самого главного – воли и мотивации. Поэтому пещерные города Крыма еще долго будут хранить свои тайны. Но если их удастся раскрыть, это будет самой настоящей сенсацией глобального масштаба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok